Отчаянная бунтарка, преданно следовавшая идеалам революции или просто пешка на поводу политической организации? Мария Спиридонова, пожалуй, одна из самых известных русских революционерок. Ее личность у многих до сих пор вызывает смешанные чувства, от восхищения ее смелостью до осуждения ее методов. Дворянка по крови, влиятельнейшая революционерка и идеологиня, убежденная противница большевизма и первая жертва карательной психиатрии в СССР. Американский журналист Джон Рид назвал ее самой популярной и влиятельной женщиной в России. Однако большую часть жизни эта женщина провела в тюрьмах и на каторгах в самых разных частях России. Всех приветствую на канале Радикальное настроение. Меня зовут Кира и в этом ролике будет затронута довольно жесткая и в чем-то неоднозначная тема. Но на этом канале я исследую женщин, самых разных женщин, чьи взгляды и методы могут не соприкасаться с вашим видением. И это абсолютно нормально. Нормально исследовать самые разные грани политической борьбы и жизни. Вообще, женщины, осуществляющие те или иные радикальные действия в отношении представителей власти, во имя революции и освободительной борьбы, кто они, какая сила заставляет их идти на подобные меры. И вообще, что есть политический терроризм, что есть террор, а что освободительная борьба. Очень часто под понятие терроризм и экстремизм подпадает все то, что попросту противоречит генеральной линии партии. Так, в России террористами и террористками признаны многие антивоенные активистки, выступающие против вторжения России в Украину и против российской власти. Это не только известные медийные активистки. Терроризмом власть признают уже просто выражением мнения в интернете. Люди попадают за решетку по самым абсурдным делам. Террористическими признаются и сообщества анархисток в рамках дела Сети и Тюменского дела, например. Террористическими после начала полномасштабного вторжения в Украину классифицируются также попытки поджогов военкоматов и релейных шкафов на железной дороге. Террористическими и экстремистскими признаются различные несуществующие организации движения. Так, несуществующую организацию авангард народной воли признали террористической. Участие в этой несуществующей организации является ключевым обвинением против фигурантов тюменского дела. Но подобные решения являются лишь попыткой оправдать преследование анархистов и антифашистов. Признание реальной или вымышленной организации террористической или экстремистской означает начало новой репрессивной кампании против определенной группы людей и инакомыслящих. Также внесены в реестр террористических и экстремистских организаций так называемое международное движение ЛГБТ. Деятельность этого движения в России запрещена. Однако в действительности никакого общественного движения ЛГБТ не существует, равно как и организации. Данный закон принят лишь для того, чтобы продолжать дискриминировать ЛГБТК людей в России, обвинять людей в якобы пропаганде и гомосексуальности и продолжать уже открыто преследовать ЛГБТК персон. Вот так впервые в мире сексуальная ориентация и ее выражение фактически приравнена к терроризму, а ЛГБТК люди загнаны в подполье. Преследование не заставили себя долго ждать. Так, в середине марта стало известно, что в связи с объявлением движения ЛГБТ экстремистским возбуждено первое уголовное дело об организации экстремистской организации и участии в ней. Дело связано с оренбургским гей-баром Поуз. 20 марта 2024 года администратора и арт-директора этого бара отправили в СИЗО. Позже целый ряд россиянок и россиян были приговорены к штрафам за публикацию в интернете фотографий с радужными флагами. Две женщины были осуждены за распространение видео, на котором они целуются. Вот такая вот небольшая иллюстрация того, что террористической является сама власть, терроризирующая собственное население абсурдными обвинениями. И суть этого террора заключается в том, что абсолютно непонятно в отношении кого и по какому поводу будет возбуждено очередное дело, что еще и кому предъявят в качестве оправдания терроризма. Но вернемся к героине сегодняшнего ролика, к Марии Спиридоновой, женщине с мощнейшим характером и удивительнейшей историей. Чтобы понять феномен Спиридоновой и мотивы ее действий, нужно погрузиться в исторический контекст, в котором разворачивались события ее жизни. В России начала 20 века политическое насилие было одним из мощнейших инструментов борьбы против царского режима и тирании. И женщины, вопреки ожиданиям и стереотипам того времени, играли в этом процессе важную роль. Их участие разрушало традиционные представления о женской роли в обществе и вызывало неоднозначную реакцию как у современников, так и у историков. В данном ролике я попробую рассмотреть не только Марию Спиридонову, но и других известных женщин-революционерок, таких как Веру Засулич, Фанни Каплан, Софью Перовскую и Ольгу Таратуту. Их деятельность, мотивацию и то, как их поступки перекликались с более широкой картиной общественных изменений того времени. Мария Спиридонова родилась в 1884 году в Тамбове в дворянской семье. Ее ранние годы ничем не предвещали, что она станет одной из самых знаменитых революционерок России. Как и многие другие девушки привилегированного сословия того времени, она получила неплохое по тем меркам образование, и уже с юных лет ее отличало острое восприятие социальной несправедливости. Учеба в женской гимназии шла тяжело. Мария то и дело шла на конфликт с преподавателями, так как они, по ее мнению, не уважали учеников. Частыми были ссоры и с руководством образовательного учреждения, при этом Мария резко отличалась по характеру своих интеллигентных и обеспеченных родителей. События конца 19-го и начала 20-го века, когда в России нарастало недовольство царской властью и крепчали революционные настроения, не могли оставить ее равнодушной. Россия в это время была страной глубоких противоречий. С одной стороны, империя с царем во главе, с другой – миллионы бедных крестьян, рабочих и интеллигенций, которые боролись за свои права. Молодая Спиридонова же видела вокруг себя не только нищету и беззаконие, но и жестокость властей, что, как и многих молодых людей того времени, привело ее к лево-радикальным взглядам. Еще будучи гимназисткой, она прониклась идеями народничества, активно включилась в революционную деятельность, став членом партии социалистов-революционеров или левых эсеров. А теперь давайте вспомним, кем были левые эсеры в начале 20-го века и каких взглядов они придерживались. Ведь это очень важно для понимания того, почему Мария Спиридонова была ярой противницей большевизма. Уже к 1918 году левые эсеры начали склоняться к идеям близким анархизму и революционному синдикализму. Они предлагали радикальные преобразования в политике и экономике, передачу промышленных предприятий под самоуправление рабочих коллективов, которые должны были объединяться в федерацию производителей. Потребительские кооперативы, по их мнению, должны были организовывать потребление, также объединяясь в федерацию. Две эти ассоциации, производственная и потребительская, договаривались бы между собой, координируя экономическую жизнь через избранные экономические советы. Таким образом, экономическое управление происходило бы снизу через кооперацию и самоорганизацию. В проекте программы левых эсеров провозглашались принципы социальной революции, такие как создание федерации советских республик и широкая децентрализация управления. Левые эсеры выступали за социализацию земли, обязательный труд для всех и постепенное вытеснение частной торговли кооперативной системой. Они также предлагали перейти от денежного обращения к системе взаимных расчетов между национализированными предприятиями. На переходный период от капитализма к социализму левые эсеры, однако, допускали возможность диктатуры трудящихся, включая репрессии против эксплуататорских классов. При этом конечной целью было уничтожение классового деления и создание общества, основанного на социальной солидарности, где, по их словам, возможно гармоничное развитие человеческой индивидуальности. Классический народнический идеал, направленный на всестороннее развитие личности. Еще один важный момент. В отличие от большевиков, эсеры акцентировали внимание на борьбе за права крестьянства и считали своей основной задачей свержения царизма и установления народной власти. Какие-то насильственные методы в отношении чиновников и эксплуататоров для них не были самоцелью, а лишь средством для достижения социальной справедливости. Вообще, стоит отметить, что так называемый политический терроризм в России в начале 20 века стал ответом, в первую очередь, на крайне репрессивные действия правительства. Тогда произошел всплеск насилия, направленного против чиновников. К этому можно относиться по-разному, но для многих молодых людей насилие в отношении высокопоставленных чиновников было символическим актом сопротивления, жестом отчаяния и попыткой показать, что власть не всесильна. И среди тех, кто выбирал подобные методы, оказалось довольно много женщин. Среди эсеров, например, женщины составляли треть. По данным американской исследовательницы Эми Найт, изучавшей феномен женского политического терроризма, среди 78 членов боевой организации эсеров было 25 женщин. В общей сложности Найт удалось найти документальные свидетельства деятельности 44 эсерок. Интересно, что женщины, участвовавшие в эсеровских атаках, чаще всего принадлежали к высшим слоям общества по сравнению со своими мужчинами-коллегами и испытывали сильное желание отдать долг народу. Проанализировав биографии 44 известных ей революционерок, Найт сделала любопытные выводы. Из 40 женщин, чье социальное происхождение удалось точно установить, 15 были дворянками или купеческими дочерьми, 4 из разночинцев, 11 происходили из мещан, 1 была дочерью священника, а еще 9 выросли в крестьянских семьях. Большинство эсерок, о которых пишет Найт, происходили из обеспеченных семей, имели доступ к хорошему образованию и уже в юности прониклись революционными идеями. Их вдохновляла мысль о том, чтобы изменить мир, стать защитницами народа и сражаться за справедливость. Желание построить новое, более справедливое общество стало для них своего рода призванием. Вот и Мария Спиридонова считала, что каждый чиновник, который поддерживает царский режим, несет личную ответственность за бедствия народа и должен быть наказан. В ее представлении такая крайняя мера была актом справедливости, наказанием тех, кто бездушно управляет страной, не замечая страданий простых людей. Деятельность Тамбовских эсеров представляла собой весь спектр от партийных заседаний до протестных демонстраций. И Мария Спиридонова была настоящей суперзвездой на этих мероприятиях, что и привело к ее аресту еще в 1905 году. Ей тогда крупно повезло, ее отпустили, но это было только начало. В итоге Мария Спиридонова стала настолько ярой революционеркой, что когда ее единомышленники решили устроить показательную, так сказать, ликвидацию одного тамбовского губернского советника, Гавриила Лужиновского, 22-летняя Спиридонова, сама вызвалась это сделать, находясь под сильнейшим влиянием царящего беспредела властей. Вот что писала Мария в убийстве Лужиновского. В полном сознании своего поступка я взялась за исполнение приговора. Когда мне пришлось встретиться с мужиками, сошедшими с ума от истязаний, когда я увидела безумную старуху-мать, у которой 15-летняя красавица-дочь бросилась в прорубь после казацких ласк, то никакие силы ада не могли бы меня остановить. Это стало наиболее известной акцией Спиридоновой. Лужиновский был известен своей жестокостью в подавлении крестьянских волнений, и Мария считала его ответственным за многочисленные репрессии. Покушение было тщательно подготовлено. 16 января 1906 года Спиридонова открыто подошла к Лужиновскому на вокзале в Борисоглебске и застрелила его на глазах у множества свидетелей. Этот акт был не просто убийством, а именно показательной казнью, способом заявить о том, что даже самые могущественные представители власти не застрахованы от возмездия. После убийства чиновника Мария Спиридонова хотела было опустить пулю в лоб и себе, да только не успела. Казаки ее задержали. Вот как она описывает те события в своем письме об истязаниях. Утром при встрече поезда по присутствию казаков решила, что едет Лужиновский. Взяла билет второго класса рядом с его вагоном, одетая гимназисткой, розовая, веселая и спокойная. Я не вызывала никакого подозрения, но на станции он не выходил. По приходе поезда в Борисоглебск с платформы жандармы и казаки сгоняли все живое. Я вошла в вагоны на расстоянии 12-13 шагов. С площадки вагона сделала выстрел в Лужиновского, проходившего в густой цепи казаков. Так как я была очень спокойна, то я не боялась не попасть, хотя пришлось метиться через плечо казака. Стреляла до тех пор, пока было возможно. Когда я увидела сверкающие шашки, я решила не даваться им живой в руки. В этих целях я поднесла к виску, но на полдороги рука опустилась, и я, оглушенная ударами, лежала на платформе. Каврил Лужиновский скончался спустя 26 дней после покушения, а Марию все это время жестоко пытали и избивали в тюрьме. Но, по ее словам, она ни разу за все это время даже не крикнула. Кроме того, Мария подверглась изнасилованию, после чего ее соратники отомстили обидчикам. Вскоре Спиридонову отправили на поезде в Тамбов, где и вынесли приговор – смертная казнь. Революционерка ждала собственной смерти около 16 дней, и казалось бы, что может быть депрессивнее, чем ожидание собственной казни, но только не для Марии Спиридоновой. Вот как она описывает свое состояние в те дни. Настроение у меня замечательно хорошее. Я бодра, спокойно жду смерти, я весела и счастлива. А вот еще ее строки, ярко описывающие ее характер и цели. Разве вы не знаете, что я из породы тех, кто смеется на кресте? Будущее не страшит меня, оно для меня не важно. Важнее торжество идеи. Однако суд решил сменить наказание на пожизненную каторгу в Сибири. Но это было лишь начало страшного пути, лишь первой из многочисленных тюремных сроков и бесконечных ссылок в судьбе Спиридоновой. На Нерчинской, а затем на Акатуйской каторге Спиридонова познакомилась со многими женщинами-революционерками. Избиение, попытки органов сломить Марию физически и морально и ее неотступность перед лицом царского режима стала важным элементом ее героизации в глазах многих революционеров и простых людей. Ее стойкость и смелость вдохновляли, а образ Спиридоновой, как борца за справедливость, начал приобретать почти мифические черты. Таким образом, Мария Спиридонова, бросившая вызов в системе, такая радикальная бунтарка, стала самым настоящим символом сопротивления. О ней говорили, ей посвящали стихи и, как бы кринжово это ни звучало, ей даже дали прозвище «Эссеровская Богородица». Но, думаю, это была все же ирония. Важно отметить, что роль женщин в революционном движении того времени была уникальной. В эпоху, когда женщины в России были лишены многих прав, участие в революционной деятельности становилось для них способом заявить о себе, проявить свою самостоятельность и борьбу за равноправие. Женщины-революционерки зачастую становились лицами насильственного протеста – Вера Засулич, Фанни Каплан, Екатерина Брешко-Брешковская и, конечно же, Мария Спиридонова. Лично для них участие в покушениях было не только способом политической борьбы, но и вызовом обществу, которое не видело в женщине самостоятельного политического субъекта. Такой протест позволял женщинам выйти за рамки тех ролей, которые традиционно на них накладывались. Они брали на себя функции, которые считались мужскими, планирование акций, участие в боевых действиях, вооруженных акциях и т.д. В этом контексте Мария Спиридонова не просто стала убийцей или террористкой, она воплощала новую роль женщины в политике. Вместо того, чтобы оставаться в тени мужчин, как это часто происходило даже в революционных кругах, она выступала на передний план, принимая на себя всю тяжесть и последствия своих действий. Кроме того, женская революционная активность имела глубокие корни в личной мотивации. Многие революционерки, такие как Спиридонова или Засулич, были движимы чувством социальной справедливости и личной ответственности за будущее страны. Для них покушения были не просто актом насилия, а способом изменить общественный порядок, показать власти, что она не всесильна и что народ готов бороться до конца. И еще интересно отметить, что многие революционерки практически не вели личной жизни в традиционном смысле. Их жизнь полностью подчинялась революции, и это не было случайностью. В патриархальном обществе того времени личная жизнь женщины и ее брак и материнство были главными социальными ролями, и отказаться от них значило бросить вызов не только власти, но и самой системе социальных норм. Кажется, что часто революционерки сознательно отстранялись от навязанных патриархатом гендерных ролей, чтобы посвятить себя революции. Многие из них не были замужем, не имели детей и посвятили всю свою жизнь борьбе. Многие революционерки выбирали аскетичный образ жизни. В их глазах это было не просто личным решением, а частью их политической и социальной борьбы. Тюремный период жизни Марии Спиридоновой также стал важной частью ее мифа. В то время, когда многие считали, что ее тупо будет сломлен, она продолжала стоять на своем. Это сделало ее символом не только революционной борьбы, но и стойкости перед лицом репрессий. Несмотря на жестокие условия тюрьмы, она продолжала бороться, поддерживать связь с соратниками и даже устраивать голодовки, протестуя против условий содержания. В глазах многих она оставалась символом сопротивления, даже находясь за решеткой. После того, как казнь заменили на бессрочную каторгу, ее вместе с другими политзаключенными женщинами перевели в Акатуйскую каторжную тюрьму в Забайкалье. Потом всех политических перевели в Мальцевскую тюрьму. Именно там, в тюрьме, Спиридонова узнала о свершении Февральской революции и Временном правительстве. Наверняка тогда она подумала, что у нее наконец появился шанс выйти на свободу, что уж ее до заслуги советская власть оценит по достоинству. Но, как говорится, ожидание – реальность. Сначала все, конечно, шло как по маслу. По распоряжению Александра Керенского Спиридонову отпустили. Вскоре судьба привела ее в самое сердце революции – в Москву, где среди соратников эсеров она обретала новую роль. Тюремные стены не смогли сломить ее дух. Напротив, они лишь укрепили ее репутацию. Теперь она представлялась как жертва царского произвола. Именно этот, если можно так выразиться, имидж мученицы возвысил Марию, сделав ее одной из ведущих фигур в партии. Она погрузилась в агитацию, ее заметки и статьи можно было часто увидеть на страницах газет «Знамя труда» и «Земля и воля», где она писала о страданиях и нуждах крестьянства, вникая в их беды, и, собственно, этим заслужила глубокую любовь народа. Но вот Спиридонова публикует свой новый трактат в статью о задачах революции. Здесь она бросает вызов не только руководству эсеров, но и временному правительству. Она безжалостно критиковала их за неспособность видеть будущее и делать стратегически верные шаги. В итоге это разделило ее партию на два непримиримых лагеря. Одни ее поддерживали, другие ненавидели. А в ноябре 1917 года Мария подлила масло в пламя, заявив, что союз с большевиками неизбежен. Соратникам были известны ее замыслы, но втайне они боялись как ее самой, так и тех грядущих бурь, о которых она говорила. Поэтому, когда пришло время выбирать лидера, предпочтение отдали Виктору Чернову, просто оставив Спиридонову на обочине. В конечном итоге, когда левые эсеры подняли мятеж против большевиков, она оказалась среди тех, кого арестовали. Однако, как человек, имевший особые заслуги перед революцией, она была освобождена. Но ее огненная натура просто не позволяла молчать. И в 1919 году она вновь оказалась за решеткой по обвинению в антисоветской деятельности. Время эсеров заканчивалось. Большевики активно избавлялись от ненужных союзников, обвиняя их в контрреволюционной деятельности. Место свободного, переливающегося как свет, как воздух творчества народного, через смену, борьбу в советах и на съездах у вас, назначенцы, пристава и жандармы из коммунистической партии. Писала тогда Мария о сути большевистской власти. Как итог, следующие 20 лет Мария Спиридонова провела в ссылках и заключении как враг советского режима. А также самый первый ощутил на себе все прелести только зарождающейся карательной психиатрии в СССР. Карательная психиатрия в СССР стала жутким инструментом подавления инакомыслия, превращая психиатрические больницы в тюрьмы для тех, кто осмеливался говорить иначе, чем предписывала официальная идеология. Этот механизм ставил на политзаключенных клеймо неугодных психически больных и навсегда изолировало их от общества. В середине прошлого века Советский Союз выработал целую систему, где диссиденток и диссидентов не просто заставляли молчать, их помещали в психиатрические больницы, превращая борьбу за правду в болезнь. Так, для обоснования якобы невменяемости диссидентов широко использовался такой вымышленный диагноз, как вялотекущая шизофрения. Этот диагноз использовался как мощное идеологическое оружие, направленное на подавление политических оппонентов, инакомыслящих и всех тех, кто не вписывался в рамки советской системы. То, что должно было быть сферой медицины, превратилось в инструмент политического насилия, где само понятие нормальности подменялось лояльностью к советскому режиму. Под этим диагнозом советские психиатры понимали заболевание, при котором у человека якобы нет явных и острых психотических симптомов, но зато наблюдаются скрытые проявления. Считалось, что оно может проявляться в медленном, практически незаметном нарушении мышления, критике к себе и окружающему миру, а также якобы патологической подозрительности и недовольстве властью. В итоге, под диагнозом вялотекущая шизофрения скрывались не психические расстройства, а политические взгляды, которые угрожали системе. Самое опасное для власти в этой болезни – это критическое мышление и несогласие с государственным устройством. Но вернемся к истории Марии Спиридоновой. Несмотря на ее прошлые заслуги перед революцией, Спиридонова не приняла диктатуру большевиков и с привычным бесстрашием пошла против них. Важно упомянуть и то, что к тому времени Мария Спиридонова стала ярым критиком репрессии террора, который широко использовался новой советской властью. За это в 1919 году ее арестовали, и началась ее долгая эпопея в лагерях и психиатрических больницах. Итак, 10 февраля 1919 года Спиридонова была арестована органами ВЧК по обвинению в антисоветской деятельности, и 24 февраля она была приговорена к изолированию от политической и общественной жизни на один год. Причиной помещения Марии Спиридоновой в психиатрическую больницу было некое болезненно-истерическое состояние, как указали в документах. Под такими вот расплывчатыми формулировками, в общем-то, упечь психушку можно было кого угодно. 2 апреля того же года Спиридоновой даже удалось совершить побег из Кремля, где она содержалась в изоляции, после чего скрывалась под фамилией Ануфриева в Москве. 20 октября 1920 года была вновь задержана органами ВЧК и помещена в лазарет ВЧК, а 5 июня 1921 года, согласно заключению врачей и по личному приказу Феликса Держинского, переведена в Причистинскую психиатрическую больницу. Таким образом, Мария Спиридонова стала одной из первых, если не первой, кого объявили психически больной за политические взгляды. Диагноз «психопатия с истерическими проявлениями» звучал не как медицинский вердикт, а как приговор за отказ идти в ногу с новой властью. Ее принудительно лечили в психиатрической больнице, надеясь сломить дух и затушить ее протест. По большому счету, история Марии Спиридоновой – это мрачное предисловие к судьбам сотен других советских политзаключенных. В руках власти психиатрия превратилась из инструмента помощи в средство подавления, коварный хлыст, которым наказывали за несоответствие партийным идеалам. В стране, что клялась освободить человека, любой, кто осмеливался мечтать о свободе, оказывался в клетке жестокой государственной системы. Спасение из психбольницы для Спиридоновой стало возможным лишь благодаря поддержке соратников, буквально выторговавших ее свободу за клятву о политическом молчании. Однако ее жизнь все равно оставалась под постоянным надзором ЧК. Она предприняла попытку бежать за границу, но вскоре ее арестовали. В 1937 году снова последовал арест, на этот раз за обвинение в организации террористической контрреволюционной деятельности. Мария Спиридонова была убита осенью 1941 года, когда Сталин отдал приказ наркома внутренних дел Лаврентию Берии ликвидировать самых опасных заключенных. 11 сентября 1941 года в Орловском централе расстреляли 157 политзаключенных. Их по одному выводили, вставляли кляп и стреляли в затылок. Среди убитых были и Мария Спиридонова, и ее муж Илья Майоров. Это были уже не молодые, больные люди, измученные годами тюремных пыток и лишений. Но даже в их слабости Сталин видел угрозу режиму. Собственно, вот так страшно, дико, трагически закончилась жизнь выдающейся революционерки Марии Спиридоновой. К 40-м годам Советский Союз уже окончательно оформился в тоталитарную машину по перемалыванию всяческого инакомыслия. И те, кто отчаянно стремились построить новый мир, заключая альянсы с большевиками, в конечном итоге были ими преданы и погибли от их рук. Но давайте рассмотрим других не менее ярких и культовых революционерок того времени и разберем, какой вклад в репрезентацию женщин в политике они внесли. Вера Засулич – одна из первых русских революционерок, прославившихся покушением на петербургского градоначальника генерала Трепова. Для широкой общественности того времени поступок стал символом протеста против жестокости властей и неравенства в правосудии. Она также, как и Мария Спиридонова, родилась в дворянской семье, правда обедневшей, закончила московский частный пенсион и получила профессию учительницы. Революцией увлеклась лет 18, занималась самообразованием и увлекалась идеями анархистского мыслителя Бакунина. В 1878 году 29-летняя Засулич пришла на прием к петербургскому градоначальнику Трепову и дважды в него выстрелила. Трепов выжил, а Засулич пристала перед судом присяжных. РСС подробно освещался во всех газетах. У дверей суда собирались толпы интеллигенции, которые выражали свою поддержку Засулич. Присяжные девушку полностью оправдали. Процесс породил пристальный интерес в западной прессе. После освобождения Засулич эмигрировала. Примечательно, что с ее дела начался новый виток в истории революционного движения в России. Этот выстрел прозвучал как вызов системе, где суды и правительства защищали интересы лишь узкой элиты, а народ оставался бесправным. Засулич не имела прямой связи с большими революционными организациями, и ее мотивы были скорее личными. Она пыталась отомстить за унижение политзаключенного Боголюбова, которого жестоко выбрали за отказ снять шапку перед Треповым. Этим поступком грандоначальник Трепов нарушил закон о запрете телесных наказаний, чем вызвал широкое возмущение в обществе. Ее поступок стал катализатором для многих других радикалок, показывая, что и женщина может поднять оружие и бросить вызов системе. Этот эпизод важен для понимания женской революционной активности, поскольку он иллюстрирует, как личная моральная ответственность трансформировалась в политическое действие. Своим примером Засулич показала, что борьба с тиранией не требует преимущества лишь в физическом плане. Моральная стойкость и готовность рискнуть всем также играли ключевую роль. Софья Перовская – еще одна ключевая фигура в истории женского участия в революционном движении. Она была членом организации «Народная воля», которая известна своим стремлением к физическому устранению высших лиц государства, включая царя. В 1881 году именно Перовская руководила покушением на императора Александра II, которое завершилось его гибелью. Для Перовской борьба против царизма была осознанным выбором, вызванным ее социалистическими убеждениями и верой в необходимость социальных преобразований. Ее мотивация отличалась от Спиридонова или Засулич. Перовская видела в царе не просто символ репрессии, а основное препятствие на пути народного освобождения. В отличие от других революционеров, которые действовали в одиночку или под влиянием личных мотивов, Перовская была частью крупной организации и считала себя частью народной борьбы. Ее участие в убийстве Александра II стало мощным символом. Девушка, находившаяся в центре столь важного и радикального события, продемонстрировала, что женщины могут не только исполнять вспомогательные роли в революции, но и быть на передовой. Для многих это стало самым настоящим шоком. В то время женщинам не доверяли большие политические задачи. Однако Перовская не просто доказала свою готовность, но и умело организовала и провела операцию. Фанни Каплан – одна из самых известных революционерок, которую помнят за ее попытку покушения на Владимира Ленина в 1918 году. Каплан была анархисткой и активной участницей революционного движения, и, соответственно, ее взгляды кардинально отличались от взглядов большевиков. Каплан стала символом сопротивления большевистской власти, когда 30 августа 1918 года во время одного из публичных выступлений Ленина она выстрелила в него несколько раз, тяжело ранив. Ее мотивы, как и у многих других женщин-революционеров, коренились в убежденности, что власть большевиков нарушает принципы революции и ведет к новой диктатуре, что противоречило ее представлениям о народной свободе. Интересен сам факт того, что Каплан осмелилась покушаться на жизнь одного из самых влиятельных людей того времени, человека, чьи идеи уже тогда формировали будущее России и становились все влиятельнее. Покушение на Ленина стало еще одной вехой в истории женского сопротивления и показало, что женщины могут бороться не только против старого режима, но и против новой власти, против тех, кто, по их мнению, предает революционные идеалы. Ольга Таратута – известная украинская анархо-коммунистка, активная революционерка-основательница Организации Анархического Черного Креста. Она родилась в 1876 году в Херсонской губернии. Ее путь начался с учительской профессии, но уже вскоре она оказалась вовлечена в революционную деятельность. Первый арест Ольги в 1895 году за так называемые политические подозрения стал лишь началом ее многолетнего сопротивления системе. В 1897 году она присоединилась к социал-демократическим кругам, поддерживая идеи, распространяемые революционерами, такими как братья Гроссманы. Она была активным членом Южно-Российского союза рабочих и других революционных организаций. Однако полицейские преследования заставили ее эмигрировать, и в начале 20 века Таратута оказалась в Германии, а затем в Швейцарии. Здесь она тесно сотрудничала с редакцией газеты «Искра», что привело ее к знакомству с ключевыми фигурами революционного движения Владимиром Лениным и Георгием Плехановым. В 1903 году Ольга вышла замуж за анархиста Александра Таратуту и полностью посвятила себя анархо-коммунистическим идеям. Вернувшись в Россию, она стала частью организации непримиримых в Одессе, стремящейся к радикальным переменам в обществе. Несколько арестов, акции в отношении буржуазных институтов, нападения на представителей власти и даже участия во взрывах и побегах, Ольга была не из робкого десятка. Даже после заключения и каторги Таратута не оставляла своего дела. Февральская революция 1917 года дала ей свободу, и она сразу же включилась в работу по защите политзаключенных. Создав организацию взаимопомощи, анархический Черный Крест Ольга помогала арестованным товарищам и боролась с репрессиями. Однако приход большевиков к власти постепенно отдалял ее от прежних соратников. Хотя она не сразу примкнула к анархистам, давление советской власти заставило ее вновь занять активную позицию. Она присоединилась к конфедерации напад и голосу труда, а в Харькове на деньги махновцев создала организацию для поддержки преследуемых анархистов. Но, увы, в 1920 году Ольга была схвачена большевистскими властями, которые уничтожили ее организацию. Таратута продолжала бороться до самого конца своей жизни. Ее отказ от публичного осуждения анархизма привел к заключению и голодовке, а затем к изгнанию. Она не прекратила писать, пыталась организовывать международные кампании, поддержки заключенных анархистов, но репрессии продолжались. В конце 1930-х годов она вновь оказалась под арестом. Таллинские репрессии добрались и до нее. В 1938 году Ольга Таратута была расстреляна по обвинению в антисоветской деятельности. Все эти истории, истории женщин, выдающегося ума и энергии, это истории бескомпромиссной, порой весьма жестокой борьбы и самых радикальных методов. Вышеупомянутые революционерки остались символами сопротивления царской и большевистской тирании, однако впоследствии сами стали жертвами новой власти. Остается лишь задаваться вопросом, а оправдывают ли благие намерения во имя светлых революционных идей политические убийства? Очень часто те, кто начинают убивать из мести или во имя благих революционных идей, потом часто становятся жертвами репрессий. Ведь насилие, однажды вырвавшись на свободу, начинает, по сути, питаться само собой и воспроизводиться на самых разных уровнях. Это очень хорошо демонстрирует опыт французской и русской революции. Да, в заезженной и банальной фразе «революция поедает своих детей» есть доля правды. Однако, с другой стороны, как быть с тем, что ни один эксплуатирующий класс, ни один диктатор или тиран не откажется от своей власти добровольно? Да, тут действительно есть над чем порассуждать. Это очень сложные вопросы, не терпящие черно-белого мышления, и ответ на которые никогда не будет простым и очевидным. Ситуации бывают очень разные, и на самом деле очень многое зависит от конкретных обстоятельств и контекста. В общем, предлагаю просуждать об этом в комментариях, делитесь своими мыслями, а я на этом заканчиваю. Спасибо, что досмотрели данное видео, и как всегда, всем желаю любви и свободы. Пока-пока!